Привет! Ну что, вот и первый ролик с впечатлениями. Пока не от всего дополнения, хотя такой тоже будет, а от первого экзота за гранью света. Импульсной винтовке нет времени объяснять. Меня зовут Джонни Лейни. Начнём. Импульсную винтовку нет времени объяснять вам выдаёт экзо-незнакомка после прохождения основной сюжетной кампании. И что-то мне это напоминает. Не могу вспомнить что. Хммм. Кстати, тем, кто предзаказал делюкс издания за гранью света, сразу доступен экзотический орнамент «Замороженные во времени», который отлично будет смотреться, если вам мало белого цвета на экране. Да. Нет времени объяснять, это винтовка со скорострельностью 340 выстрелов в минуту. Из ближайших аналогов оружия с этим архетипом, с которым вы уже играли ранее, можно вспомнить «Холодный отказ» из прошлого сезона или некогда популярную винтовку «Неумолимый» из «Испытаний 9». Архетип на данный момент вполне себе рабочий. С ним можно играть и в PvP, и в PvE. В последнем патче банджи никак не изменяли баланс импульсных винтовок. Давайте посмотрим на перки. Из стандартных – гофрированный ствол и высокоточные боеприпасы. Оба этих перка чуть ли не самые желанные при фарме легендарных винтовок в этом классе. Кстати, об одной импульсной легендарке мы еще поговорим в отдельном видео на канале. Есть там одна интересная модель, пиши в комментариях, если догадался о чем я. Кроме того, есть перк «Система автоспуска», благодаря которому при зажатии кнопки выстрела винтовка будет вести полностью автоматический огонь. Очень удобный, говорят, перк, но мне вот хоть на импульсных винтовках, хоть на винтовках разведчика всегда было привычнее стрелять отсечками и контролировать темп стрельбы. Переходим к особенным перкам винтовки. Экзотический перк «Перемотай еще раз». Возвращает боеприпасы в магазин после прицельных попаданий, а также выстрелов по противникам, которые замедлены или закованы стазисом. Этот перк, можно сказать, перекочевавший из первой части, там винтовка тоже перезаряжалась за убийство врагов, но, конечно, без замедления стазисом. Проще говоря, при постоянных точных выстрелах, даже не обязательно убийствах, вы не будете перезаряжаться вручную никогда. Если вы не охотник, который может всегда сделать уклонение с перезарядкой, вам особенно будет это удобно. В сложных активностях, вроде сумрачного налета, или активностях, которые вы закрываете соло, благодаря этой особенности вам не нужно будет бегать по локации в поисках патронов. Вы просто можете засесть за укрытием и методично отстреливать всех противников в голову. Даже мощных противников или боссов можно будет просто заспамить выстрелами. В общем-то, перк, конечно, полезный, но не настолько, чтобы называться экзотической особенностью, верно? И именно поэтому в первой части винтовка не была популярной. Исходя из этих соображений, разработчики, возвращая эту винтовку в Destiny 2, добавили ей новый перк. Темпоральный переход. Описание гласит, если накоплено 10 зарядов обратной перемотки, открывается небольшой портал в альтернативную линию времени, из которого летят пули. Вот это уже куда интереснее. И именно это может сделать винтовку особенной, желанной и вполне себе применяемой во многих активностях. Если объяснять на пальцах, то это как ещё одна душа молнии от раскола варлоков в электрическом подклассе. Небольшой сгусток энергии, стреляющий по целям, которые находятся неподалёку от вас. Вернее, как неподалёку? Первое, на что я обратил внимание, когда начал играть с «Нет времени объяснять», это то, какую дальность огня охватывает портальный помощник и как точно в цель он бьёт. Тут не просто болванчик, который создаёт видимость помощи и стреляет просто для анимации, а действительно ощутимый эффект, который может вам здорово помочь. В ситуации, например, когда вы перезаряжаетесь, и на вас выбегает противник. Конечно, мощного врага он вмиг не положит, но вот зачистить территорию или отогнать соперника вполне себе. Портал появляется при накоплении 10 зарядов обратной перемотки. Это вот эта вот надпись «Перемотай ещё раз» слева. Каждая единица накопления добавляется за попадание одной пули в крит. То есть одной очередью из трёх пуль вы при попадании в крит сразу получите Х3. Более того, с помощью катализатора квест, на который вам также выдаст тег за незнакомка, вы значительно улучшите эту особенность, и временной портал будет стрелять ещё быстрее. Если до выполнения катализатора портал стрелял с интервалом в примерно 2 секунды, то после выполнения катализатора по скорострельности, он будет обгонять вас самих с этой винтовкой. Несколько интересных деталей. Убийство портала считается как убийство из кинетического оружия, но он почти никогда не попадает в голову противника. При смене оружия или после смерти портал исчезает, то есть активен он только когда в руках нет времени объяснять. И ещё одно наблюдение, на которое я обратил внимание при записи ролика. Хоп-гоблины не закрываются щитом после получения урона от портальных выстрелов, как если бы в них стреляли вы из оружия. Это тоже очень крутая деталь, удобная, упоминание которой я не видел ни у кого в обзорах. Ну и пара слов о пвп. Я, конечно, не фростболт, тонну киллов за матч с этой винтовки у меня не получится делать, однако я не могу назвать её бесполезной в гарниле. На средней и дальней дистанциях 340-е импульсные винтовки могут себя проявить, а нет времени объяснять теперь лучший представитель этого архетипа. Да-да, я правда так считаю, это лучшая 340-ая импульсная винтовка. Сложность обращения с ней в пвп состоит в одном, в порталах-помощниках. Вам нужно накопить стаки, выиграть пару дуэлей, и потом оставаться в живых, правильно рассчитывать своё передвижение по карте, чтобы портал помог вам перестрелять ещё пару человек. Но при том, вы сами не бежали на пролом, думая, что, ну, он будет убивать других игроков за вас, вам просто бежать надо. Если вы освоитесь с этим, то нет времени объяснять, станет вам хорошим другом в матчах Горнила. Подведём итог тезисно. Нужна ли тебе эта винтовка? Ну, тебя, честно говоря, не спрашивают, просто выдают после сюжетки. А вот пользоваться ли ей? Я отвечу, да. Без шуток. Это один из самых удачных экзотов для постоянной игры. Знаете, для прохождения квестов, налётов, Горнила, может быть, она не дурно себя в гамбите даже покажет для быстрой зачистки волн противников, я, честно говоря. Так что, универсальный инструмент. Из её минусов, честно, сложно что-то назвать. Разве что, минус любого экзота, она не позволяет вам взять ещё один экзот. В остальном, пожалуйста, пользуйтесь. Экзотиков в этом дополнении завезли вагон, и пушек, и шмоток. Так что, мы обязательно будем обсуждать на канале самые интересные из них. Чтобы не пропустить, подпишись, пожалуйста, на канал, и нажми колокольчик. Спасибо за просмотр. Увидимся на Европе.